Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, туника, сарафан, платье, сакура подходит к концу. Детальный рассказ, как я вязала самые интересные места, не в сегодняшнем видео. Сегодня хочу остановиться на проблемных местах в вязании этого сарафана и показать вам, как этих мест избежать или как эти острые углы обойти. Кому интересно, оставайтесь. Значит, сарафан практически готов. Увы, каймы, которую я вам показывала, здесь не будет. Почему не будет, сейчас расскажу. Вчера я постирала сарафан и сарафан вытянулся на 10 сантиметров. А всему виной тому, это вот эта вискозная ниточка, которую я сейчас вам покажу крючком. У меня не осталось здесь ни грамма. Это вот Мадам Трикот Макси, которая с вискозой, где 72% хлопка и 28% вискозы. У меня даже не сохранилась этикетки. Я думаю, что вытянулась именно эта пряжа и в итоге вытянулся весь сарафан на 10 сантиметров. Поэтому решила, что, значит, распускать низ ради каймы и потом еще не факт, что это будет красиво, если я сюда ввяжу кайму. В общем, я ничего не стала делать. Сейчас вот та длина, после того, как я постирала и сарафан вытянулся, мне очень нравится. Я, к сожалению, не замерила, но, в общем, приостановлю видео, скажу, какая длина сарафана. В сегодняшнем видео примерки не будет, значит, длина где-то ниже колена. И я сделала вот такую незамысловатую обвязку, которая хорошо вписывается в рисунок, в узор основной. Собственно, тот узор, которым был связан весь сарафан. Здесь простые столбики, равновеликие столбики с накидом и пико. А об этой кайме, как я ее вязала, я расскажу в следующем видео. И, наверное, уже в следующем видео будет демонстрация. Так что вот такие сюрпризы, мои хорошие. После стирки сарафан вытянулся на 10 сантиметров. И это, кроме того, что здесь не будет той каймы, которую я вам показала. Но, думаю, что вы найдете применение этой каймы. Возможно, и я найду ей применение. Уже есть задумки, куда ее пристроить. Это не один сюрприз. То, что каймы не будет. Второй сюрприз, собственно говоря, то, о чем я хочу вам рассказать, вытянулась вот эта линия проймы. Посмотрите на это безобразие. И вот эту проблему сегодня мы с вами будем устранять. Я, честно говоря, думала, если не получится устранить ее по пути меньшего сопротивления, мы бы развернулись дальше. Надо же, как-то это было бы решать. Я бы тогда просто убрала, вот здесь вот срезала несколько, ну, наверное, скорее всего, один рапорт вот этого узора с одной стороны, то есть со спины, в смысле с переда и со спинки. То есть пришлось бы распускать вот эту обвязку, которая переходит в бретель. Потом убирать длину линии проймы с одной стороны, то есть с переда и со спинки. И тогда бы здесь уменьшилось вот это расстояние и уменьшилось бы вот вырез для проймы руки. Это, так скажем, сложный путь, второй вариант безвыходных ситуаций, конечно же, не бывает. Но я решила проблему, пойдя по пути меньшего сопротивления. Я сейчас вам покажу то, что я уже сделала со второй стороны. Как вы видите, здесь, ну, я уж не буду сейчас мерить в кадре, но поверьте, что у меня вот сантиметр, и я уже замерила. И после того, как я исправила эту ошибку, вот здесь вот пройма встала на место. То есть она здесь по длине 33 сантиметра. Это как раз закрывает вот эту... Ну, мы же не будем сарафан носить на голое тело, да? Нам нужно одевать бюстгальтер или какое-то нижнее платье. Я буду носить с подъюбником, который уже готов. Кто со мной на канале, те уже видели. И бюстгальтер. Так вот, вот здесь вот все это было некрасиво, все это выпиралось, и, в общем, никуда не годилось. И так носить, конечно же, сарафан было нельзя. И если вы посмотрите на эту пройму, вот там, где еще не исправлена эта ошибка, здесь она 37 сантиметров. Вот 4 сантиметра, представляете, 4 сантиметра, мне удалось убрать, вы не поверите, этот волшебный тамбурный шов. Вот он, он здесь еле-еле заметен. И то, это изнаночная сторона. Хотя, в принципе, она может быть лицом. Но, это тоже важный момент. Сейчас я буду вам показывать этот тамбурный шов. В принципе, там ничего сложного, но покажу все-таки в кадре. С другой стороны, этот шов выглядит практически незаметным. Очень похож на машинную строчку. Так что, имейте в виду, нужно выбрать еще сторону, когда вы будете делать этот тамбурный шов. Лицевую сторону и изнаночную. И посмотрите, как вам больше нравится. Вот эта сторона лицевая у вас будет, или вот эта. От этого зависит, с какой стороны нужно выполнять тамбурный шов. Вот так вот этот волшебный шов стянул полотно на 4 сантиметра, тем самым подняв нам линию проймы для руки. И, поверьте мне, сейчас все хорошо сидит. Бюстгальтер находится ниже вот здесь. В общем, здесь все аккуратно. И кружево здесь не понадобится. Очень красиво все смотрится. Итак, сейчас померяю сарафан длину, скажу вам, какая длина, и покажу, как же я буду выполнять вот этот тамбурный шов, чтобы исправить вот эту такую ошибку. Вот этот такой острый угол, или крутой поворот, который вот нам попался на пути при вязании этого красивого сарафана Сакура. Слава Богу, у меня осталась вот такая пряжа. Это филодискозия пятерка, кстати. Пряжа. Вот здесь я начинала вязание, собственно говоря, с нее. Потом вот добавлялась вот эта мадам трикот макси с вискозой. И вот сюда как раз мне хватит этой ниточки, чтобы сделать тамбурный шов. Я, честно говоря, не знаю, как бы я выходила из положения, потому что у меня даже, ну, приблизительного цвета пряжи, я имею в виду хлопка, нет в наличии вообще. То есть вот так вот остаточек, еще раз повторюсь, никогда ничего не выбрасывайте. Во всяком случае, пока не закончите свою работу. Каждый метр пряжи вам может пригодиться. Как это случилось в моем случае. Все. Сейчас покажу, как я буду делать этот тамбурный шов. Итак, сначала покажу вам длину сарафана. Вот положила на гладильной доске. После стирки. Вот от и до. До самого вот краешка нашей бретели. 102 сантиметра. При моем росте 167, значит, чуть ниже колена. Вот такая красота получилась. Дал мне немножко поволноваться этот сарафанчик, когда я сегодня после стирки примерила и увидела вот это безобразие. Конечно, все поправимо, но так хочется быстрее. Итак, выбираем сторону лицевую и изнаночную. У меня вот в данном случае изнаночная сторона. По ней я буду и проделывать тамбурный шов. Значит, смотрите. Все очень-очень просто. Крючок у меня полтора. Я вот здесь вот по самому краешку делаю прикреп, оставляя кусочек ниточки, чтобы потом ее заправить. И теперь вот такими стежками по самому краешку, не сильно стягивая, но и не слишком хлипко. Нам же нужно убрать здесь сантиметры. Вы видели, что у меня как бы сантиметры убрались, целых 4 сантиметра, но полотно не стянуто. Поэтому выберите себе, ну, как бы, ну, я не знаю, почувствуйте натяжение нити в ваших руках и вот такими стежками по самому краешку полотна, по самому краешку нашей проймы, мы вот так вот идем. Это называется тамбурный шов. Я говорю, он поистине волшебный, потому что, во-первых, этим швом можно отделывать, как декоративные строчки. Я вот, как бы, Леша, когда вязала пиджак, вязанный, кстати, из шелкового блеска, там вот эти декоративные строчки, выполненные вот этим тамбурным швом, очень красиво смотрятся. То есть, как будто машинная строчка. Тем более, там шелковый блеск, этот он вообще, само название пряжи, шелковый блеск, полностью себя оправдывает. блестит этот шов, и очень красиво все смотрится. Ну, вот так вот, как говорится, куда придется. Здесь я особо-то не стремлюсь к какому-то такту. Просто на глаз вот так вот шагаю, немножечко стягивая полотно, и тем самым убирая вот эти лишние сантиметры в нашей пройме. Вот так вот я избежала переделки сарафана сверху. То есть, представляете, это распускать пришлось бы всю бретель, вот эту всю обвязку. А пряжи у меня Мадам Трикот Макси, которой я там все это дело обвязывала, и тамбурный шов там уже. В общем, это очень долгая история, и я, честно говоря, сегодня немножко так испугалась. Ну вот, уже на глаз видно, что у нас стягивается полотно, и оно вот здесь вот становится стабильным. Вот сейчас я вам покажу. Вот видите, здесь уже и тамбурный шов проложен, и обвязка. В общем, работа бы мне предстояла на день точно, причем с утра и до самого вечера. А вот этот волшебный тамбурный шов, он как бы меня спас, и останется завтра еще снять ролик, чтобы сегодня вас слишком не утомлять, сделать экспресс-мастер-класс. В принципе, на канале все уже есть. Есть плейлист, который называется «Сарафан Сакура». И кто заинтересовался, пожалуйста, проходите и вяжите в свое удовольствие. Да, еще не рассказала вам один момент. Вчера и позавчера я уже перешла, я же не знала, что у меня сарафан так вытянется, да. Я перешла уже, у меня закончилась Анна 16, у меня закончилась вот эта пряжа, как ее, 20 грамм, которая, Кировская роза, вот она здесь у меня. и я продолжила вязать пряжей другого оттенка, ну, то есть, похожая пряжа другого оттенка. Сейчас покажу вам ее. Вот, пожалуйста, сейчас я вам показываю это в телефоне, осталось всего фото, вот, представляете, я провязала еще три рапорта вниз и получилось вот какая-то, как будто инородное что-то, в общем, некрасиво. использовала я вот эти две пряжи, то есть, у меня была вот эта филадискозия восьмерка и та же филадискозия восьмерка тоже вот другого оттенка. Вот эта пряжа очень хорошо гармонирует с Анной 16, вот, которая у меня закончилась. Вот она, вот здесь. И вот, посмотрите, что получилось. А вот такой розовой пряжи у меня уже не было вообще. Либо слишком темное, либо розовый, но совершенно другой оттенок. В итоге я выбрала вот эти две пряжи, которые вы видите на экране и, ну, это вообще, это, ну, некрасиво. Я померила, посмотрела в зеркало и решила распустить. Решила распустить и потом решила постирать. И хорошо, что я это сделала, потому что, как оказалось, что не нужно больше вязать вниз, потому что уже длина и так хороша. Ну, в общем, в итоге получилось все хорошо и замечательно. Надеюсь, вам это видео было полезным. Буквально на днях уже закончил, попрячу все хвостики. в общем, расскажу еще об вот этой кайме, которую я вязала и как нарисую вам даже схему, там все очень просто и легко. И, конечно же, продемонстрирую вам эту сакуру на себе. Так что, вот так, мои хорошие, не переживаем, никогда ничего не боимся, безвыходных ситуаций не бывает. Вяжем, наслаждаемся вязанием, а на этом я буду заканчивать. Всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.